Здравствуйте! В эфире программа «Гость в студии» и я, ее ведущий, Амир Кедрасов. Сегодня у нас в гостях в студии военный комиссар города Кумертау и Кавергазинского района, подполковник Рамиль Наилевич Харудинов. Рамиль Наилевич, я вас приветствую. Добрый вечер. Наша программа проходит в праздник, День защитника Отечества. Думаю, не будет лишним, если вы немного расскажете об истории этого праздника. История этого праздника идет уже с давних времен. Это история создания Красной Армии, когда впервые Красная Армия одержала победу над фашистами под Нарнией и Псковой. Это событие происходило 23 февраля 1918 года. Далее, соответственно, в 1922 году Народным комиссариатом совместно с Троицким в честь этого события был провозглашен указ, что это событие является непосредственным праздником Днем защитника Отечества в этот день. Но ошибочно считать, что это только мужской праздник, ведь в вооруженных силах служат и женщины. Конечно, да. В вооруженных силах проходят и службы, и женщины, которые являются военнообязанными, которые имеют звание как офицерской, так и рядового состава. Ну и также у нас есть мирное время. Это женщины, которые имеют определенную военную учетную специальность и имеют военные билеты. Поэтому отчасти тоже небольшой праздник является. Ну, предлагаю поговорить сейчас о тех, кто по тем или иным причинам не отмечает этот праздник, наверное, у себя дома, а как раз-таки находится на защите интересов государства в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Сколько человек из нашего города сейчас как раз-таки проходит службу? Ну, весной 2016 года у нас было призвано в ряды вооруженных сил 142 человека. Осенью мы призвали 116 человек. У нас и того проходит службу в рядах вооруженных сил на данный момент 258 человек. Ребята проходят службу во всех видах вооруженных сил Российской Федерации. Мы очень много получаем благодарственных письм от командования, то, что ребята с достоинством несут военную службу и получаем только теплые слова от командиров воинских частей. Но ошибочно говорить, что военкомат работает только весной и осенью, в остальное время года есть работа, которая, наверное, не видна гражданским. Ну, это, например, подготовка к службе в вооруженных силах идет. Ну, у нас работа не только заключается в призыве подготовки, у нас есть и другие мобилиционные мероприятия, которые мы ежедневно проводим и ведем учет. Также воинский учет, транспортный учет. У нас очень большой объем работы. Но подготовка к военнослужбе идет, я так считаю, со школьницами. В первую очередь, это подготовка в школе, основу безопасности жизнедеятельности. Но большой ролик играет в городе, в районе, это, конечно, военно-патриотические клубы. Работа в городе Кумерта, в Кургазинском районе проводится очень грандиозная. Хотелось бы отметить, что в городе Кумертау созданы на базе школы 8 военно-патриотических клубов. И у нас самый, конечно, известный, это городской клуб, военно-патриотический клуб «Гефес», который знает не только на территории Башкири, но и за ее пределами. Также в учебных заведениях созданы кадетские классы. То есть позволяет ребятам уже воспитывать дисциплине, соответственно, подготовка как и строевой подготовки, как и огневой подготовки. Поэтому ребятам уже, когда начинается призыв, они идут уже более подготовленными, более осознанными и гораздо легче проходить этим службам. Работа в этом направлении в городе Кумерта? Конечно, очень большой. Если взять охват, у нас порядка 2000 охвата молодежи. Это большая грандиозная работа. Не во всех городах районах республики проводится такая работа. Поэтому это, конечно, большая заслуга администрации, учебных заведений. Хотелось бы сказать им, конечно, большое и огромное спасибо за данную работу. Но проблема 21 века – это состояние, конечно же, здоровья, молодежи, призывников. Как можно оценить? Состояние здоровья, конечно, хотелось бы желать лучшего. У каждого третьего ребенка бывают какие-то ограничения по состоянию здоровья. Если категория А – это совершенно здоровые ребята, которые не имеют ограничений, конечно, они проходят. В видах рода хвост, где наибольшая физическая нагрузка – это ВДВ, спецназ, морская пехота. Но, конечно, отчасти много ребят, которые имеют ограничения показатель годности Б3, Б4. То есть это годные к военной службе с незначительным ограничением. То есть допускается прохождение службы в рядах вооруженных сил, где наименьшая физическая нагрузка – такие войска, как Сухопутный, РВСН, соответственно, ВВС. Поэтому хотелось бы обратить на состояние здоровья детей. В первую очередь, это начинать с самого раннего детства. Потому что проблема – это, конечно, в первую очередь, костно-мышечные заболевания. Это плоскостопие, эсколиоз. Также заболевания глаз, органы пищеварения и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому все это, конечно, отчасти излечимо. Но если заниматься этим с самого раннего детства, наблюдать за детьми, соответствующе проводить лечение, тогда, соответственно, на момент призыва у ребятов будет фактически проведено оздоровление. При первоначальной постановке на воинский учет, соответственно, когда ребята проходят комиссию, это идет первоначальное выявление заболеваний или каких-то медицинских ограничений, которые имеются у ребят. Соответственно, мы уже готовим списки, у каких ребят имеют какие-то ограничения, отправляем в здравоохранение, чтобы на период до призыва в ряды вооруженных сил ребятам могло провестись лечение, оздоровление, чтобы ребята уже могли прийти в ряды вооруженных сил, фактически не имея каких-то ограничений. Месяц небольшим остается до начала новой призывной кампании. 1 апреля она традиционно стартует. Какая работа в этом направлении проводится? Уже какие-то вопросы, может быть, поступают от будущих призывников? Ну, будущие призывники, это в первую очередь ребята. Мы сейчас те, которые хотят обучаться в ДСАФ, получить военную учетную специальность. Соответственно, тех ребят, которые изъявили желание, при прохождении медицинской комиссии, если они имеют годность в категории годны, то, соответственно, мы проводим отбор в ДСАФ, в Кумертовскую автошколу, где их готовят по военную учетную специальность, и они получают соответствующие права профессионала. Обучение совершенно бесплатно. И ребята, окончившие данное учебное заведение, получив права профессионала, имеют также право выбора при распределении по видам родового войска. Поэтому такой категории ребят мы, как правило, идем навстречу. Соответственно, также мы проводим изучение личных дел, изучение личных дел призывников. Предварительно проводим изучение по состоянию здоровья. Те ребята, которые ранее имели ограничения по состоянию здоровья, это временно негодные к военной службе, которые имели по состоянию здоровья. Прошли они лечение? Какие прошли обследования для того, чтобы уже на период призыва те или иные документы у них находились на руках? Ну, если говорить о тех, кто уже прошел службу, наверняка обращаются с вопросами о прохождении дальнейшей службы по контракту. Да, ежегодно в течение года порядка 40 человек мы призываем на военную службу по контракту. Соответствующий упор делается это войска центрального военного округа. Ребята проходят медкомиссию, соответственно, профессиональный психологический отбор. Если они по состоянию здоровья профессиональный психологический отбор годны, мы ребят, соответственно, готовим и отправляем на военную службу по контракту. Если говорить об учебных заведениях Министерства обороны, насколько популярны у школьников? Мне хотелось бы сказать, что поступление в высшее военное учебное заведение стало очень популярным. Если взять показатель 2016 года, из 43 человек у нас поступило в высшее военное учебное заведение Министерства обороны 21 человек. Это очень высокий показатель, это самый высокий показатель в республике. Мне хотелось бы за ребят только порадоваться, они молодцы. Поэтому, что дает это поступление в высшее учебное заведение? Это, в первую очередь, получение высшее образование гражданскую специальность, плюс воинское звание офицер. Ребята полностью находятся на государственном обеспечении. Два раза в год у них, соответственно, отпуск, пока они учатся. И, соответственно, после окончания учебного заведения они получают воинское звание лейтенанта, и 100% уже они получают распределение по видам родов войск. То есть, эти ребята будут удоустроены. Зарплата сейчас, на данный момент, у военнослужащих очень достойная. Поэтому я думаю, что ребята делают правильный выбор и идут поступать в данные учебные заведения. Время нашего общения подходит к концу. Какие будут пожелания нашим телезрителям? Я хотел бы всех жителей города Кумертуал и Кургазинского района, участников Великой Отечественной войны, тружеников тылов, воинов-интернационалистов и других локальных войн, кто отслужил, кто служит, кому предстоит служить, поздравить с Днем Защитника Отечества, пожелать всем счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Спасибо большое, Рамиль Наилевич, за то, что пришли к нам в студию, ответили на мои вопросы. Сегодня у нас в студии был военный комиссар города Кумертау и Кургазинского района, подполковник Рамиль Наилевич Харудинов. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин